Перекрёстки Барнаула станут безопаснее. Обнадёживающая фраза, о которой мы слышим всё чаще, но статистика ДТП меньше не становится. 11 ноября. 13-летняя девочка переходит нерегулируемый перекрёсток Шумакова-Северный-Власихинский. По пешеходному переходу, когда её сбивает маршрутка. Ребёнок моментально погибает под колёсами автомобиля. Знакомые говорят, она хорошо училась в школе, которая занималась спортом, подавала большие надежды в хоккей на траве. Дети идут из квартала в квартал. Везде здесь нужны светофоры. Может быть, не столько пешеходников здесь нужно много, но они должны быть все освещаемые и должны быть все регулируемые. И тогда мы будем спокойны, отправляя детей в школу. Будем уверены, что ребёнок придёт домой. Выявлены определённые недостатки при содержании уличной дорожной сети. Установлено, что на момент ДТП на перекрёстке отсутствовали знаки «пешеходный переход». Выявлены недостатки, выразившиеся в отсутствии продольной разметки по улице Шумакова в границах улиц Балтийская и Власихинской. Родители, чьи дети каждый день этой же дорогой ходят в школу, забили тревогу. Они создали петицию об установке здесь светофора. Сейчас известно, что перекрёсток станет регулируемым. В мэрии пояснили, что с начала этого года специалисты анализируют дороги Барнаула, чтобы выявить опасные участки. И продолжат эту же работу и в следующем году. Сейчас на комиссии будет утверждаться как раз по 12 уже месяцам по результатам анализа аварийности новые объекты, новые участки, где необходимо матерять светофор, где необходимы также искусственно-дорожные неровности, где-то освещенность улучшать. Поэтому на следующий год эта работа ещё предстоит. За моей спиной ещё один трагичный перекрёсток, который находится на улице Кутузова. Здесь в 2019 году водитель маршрутки насмерть сбил 9-летнего мальчика. Мы сейчас не будем обсуждать, что ребёнок переход переезжал. Обзору водителя ничего не мешало, но к переходу он буквально летел. Через три дня начаться должны быть летние каникулы, а через месяц 10 лет бы ему исполнилось. Первый юбилей. Он рос очень любознательным, очень добрым ребёнком, очень желанным для всей нашей семьи. Водитель оборвал его жизнь и перечеркнул жизнь нашей семьи. Многих удивит и судебное разбирательство. Водителю дали внимание три года поселения. Однако на этом участке дороги ДТП происходит постоянно. В 2016 году Фёдор вместе со своей женой переходил дорогу. И их сбил молодой водитель. Но в ходе разбирательства Фёдор с женой пожалели водителя. Мол, молодой, вся жизнь впереди. Разошлись после компенсации в 200 тысяч рублей. А в мэрии города нам пояснили про данный участок дороги с обратной стороны. На улице Кутузова в районе зданий номер 80 и 78 в текущем году выполнены работы по нанесению дорожной разметки. В 2020 году дорожные знаки «Пешеходный переход» заменены на знаки с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета, имеющие повышенную световозвращающую способность. Учитывая, что по итогам аварийности за 9 месяцев текущего года указанный участок улицы Кутузова не является потенциальным или сформировавшимся местом концентрации ДТП. На 2022 год запланированы работы по устройству искусственных дорожных неровностей и замене светильников наружного освещения. Однако в том, что этот участок опасный, мы убедили сами. Как и в том, что попасть под колёса здесь, к сожалению, довольно просто. Пропускать пешеходов здесь не торопятся. И почему на каких-то участках ставят светофоры, а на каких-то нет? Оказывается, всё дело в статистике. Местом концентрации ДТП является тот участок дороги. Если на нём в течение года произошло 3 дорожно-транспортных происшествия одного вида, либо 5 дорожно-транспортных происшествий разных видов, тогда он становится аварийным, берётся на особый контроль, принимаются меры различные, рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения в администрации города, либо устанавливают знаки какие-то, меняют, либо светофор принимает меры. Жители Кутузова перефразировали, если бы за год здесь задавили насмерть троих, то светофор бы установили. С каждым годом в Барнауле растёт число машин. Движение ускоряется, но устанавливают светофоры, искусственные неровности, знаки пешеходного перехода, которые в тёмное время суток нужно бы подсвечивать, за этим не успевают. И для примера мы вам расскажем про ещё один пешеходный переход, который находится между улиц Молодёжной и Строителей. Здесь, в тёмное время суток, водители машин не видят, либо специально игнорируют знаки пешеходного перехода. Одна ситуация произошла со мной. Пару дней назад, уже в тёмное время суток, я возвращался домой и остановился перед этим пешеходным переходом, чтобы пропустить ребёнка. Но встречный поток автомобиль почему-то этого делать не собирался. И после минуты, минуты, когда ребёнок уже не знал, что делать, мне пришлось выйти из машины, взять его за руку и уже так в наглую пройти по пешеходному переходу, чтобы перевести ребёнка на другую сторону. И только тогда водители встречных машин остановились. По итогам анализа опасных участков, за год в Барнауле появилось 4 светофора на новых участках. Пятым будет перекрёсток Шумакова-Северный-Власихинский. Но сколько таких аварийных участков в городе? И жаль, когда чья-то травма или смерть – всё ещё недостаточный аргумент для повышения безопасности на дорогах. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком.